Доброе время суток, уважаемые, дорогие дамы и господа. Сегодня я не один с вами, а со мной мой друг Юрий или Джордж Перл. Мы с ним разделяем одну страну, Канаду, живем, правда, на разных ее концах, но это не имеет значения. Юрий как бы не политолог и не историк, но с ним очень интересно поговорить и вообще человек многоопытный. Так что сегодня мы хотим поговорить о таких концепциях, как право и лево в политике. В поле рожь не сжато, есть патрон на брата, Да по три гранаты, да еще штыки. Идут навстречу, развернувши плечи, Вот уж недалече ихние полки. Их солдаты правы, их идеи правы, Им за честь и славу рваться с нами в бой. Не дрожи колено, наше тело лево, Мы завольные рево, Люд с емной стройкой. Здравствуйте, мы с Андреасом разделяем не только одну страну, но в общем целый ряд убеждений. Поэтому нам вместе достаточно легко, но при этом каждый из нас много знает и иногда нам удается удивлять друг друга, что дорогого стоит в наше время. Почему я хотел поговорить на эту тему? Буквально недавно на фейсбуке наткнулся на дискуссию, где люди спорили о том, вернее пытались понять, откуда берутся левые. И как всегда, все сводилось к простому постулату. Если человек левый, значит он или дурак, или сволочь. В жизни все намного сложнее, поэтому мы сейчас с Андреасом пытаемся на эту тему поговорить и разобраться. Я тебе скажу другое. Вот что интересно, в нашем кругу левый это значит сволочь и дурак, это правильно. Но если мы посмотрим, например, на молодежь, особенно канадскую, например, или американскую, или западноевропейскую, там абсолютно наоборот. То есть левые это хорошие, а правые это плохие, тупые, дураки и так далее. И что самое интересное, даже вот так называемые ученые, они вносят путаницу. Например, если мы откроем такой, в общем-то, малоуважаемый ресурс, но тем не менее, которым всеми пользуются, как Википедия, там будет дана схема, по которой, значит, либералы это центристы, а левые это социалисты и коммунисты. Это-то правильно. А потом дальше идем вправо. Справа консерваторы и фашисты. И вот тут начинается маразм. Даже, я помню, когда вот я преподавал в университете Виктория, это было несколько лет назад, в течение десятка лет, как минимум. Как ни странно, даже по окончании моих курсов, мои лучшие студенты мне с пеной у рта пытались доказывать, что фашисты и нацисты, они, конечно же, ультраправые. На самом деле, логика какая? Они плохие, значит, они правы. Ну, конечно. Когда им начинаешь объяснять, ну, какие же они правы? Они против капитализма, они за ограничение частной собственности, они за увеличение роли государства в жизни общества и вообще общественной впереди личного. То есть, это национал-социалисты, но это социалисты, это левые, но национал-левые. А люди этого не понимают. Я полностью согласен, особенно если мы вспомним один из законов диалектики, нам много всякой муки вдалбливали в голову во время учебы в каждом советском ВУЗе, но законы диалектики, они вот верные, потому что они верные, потому что они верные. Ну да, я прав, потому что я прав, это называется. Нет, я подозреваю, что они даны, в общем-то, свыше. Это фундаментальные законы мироздания, в отличие от материалистической части. Но надо же как-то было эту материалистическую часть чем-то вдохновить, иначе она вообще была бы разжевываемой, как кирпич. Трудно, в общем-то, было бы. Ну и закон единства борьбы противоположностей подтверждает, что крайне левые, крайне правые всегда сойдутся. Это точно. Будем считать, что мы на этом политологический ликбез закончили, и давайте попытаемся копнуть глубже. Подожди, я хотел еще напомнить просто историческую часть, вообще откуда это повелось. А повелось это с французской революцией 1789 года, которую называют Великой французской революцией. И там это получилось чисто автоматически в парламенте. Справа сидели умеренные монархисты, в середине жерандисты, которые как бы и вам и нам, а слева якобинцы, которые были радикальные республиканцы и очень любили резать людям головы. Вот оттуда и пошло правое и левое. А еще самое смешное, когда в Советском Союзе началась перестройка, то коммунистов, ну таких отъявленных, упертых коммунистов называли правыми, а антикоммунистов левыми. То есть опять все перевернулось с ног на голову. Это к тому, что людей пытаются путать всячески, и сами они охотно путаются. Ну а теперь переходим к нашим, так сказать, не баранам. Я не буду упоминать Израиль, где левое и правое запутанные на порядок больше, но как всегда, когда речь идет о Израиле. И в виде и тори в британском парламенте существовали задолго до Великой французской революции. Правда, никто не помнит, с какой стороны кто сидел, опять же, откуда смотреть. Но в той дискуссии, с которой все началось, люди начали задавать риторические вопросы. Так откуда все-таки берутся левые? Они что, совсем не думают? Ведь любой человек, который применит самую простую логику, вынужден просчитать последствия и понять, к чему приведут все левые веяния в политике, если их реализовать сегодня. Тем не менее, среди левых, как показывает практика, есть достаточно много умных и хороших людей. Не побоюсь этого слова. Под хорошими я имею в виду тех людей, которые считают, что они желают всем блага, в общем, действительно искренне в это верят. И думают, что их действия к этому приведут. При этом даже многие из них умные. Вот тут мы и хотим задуматься на тему, как это так получается, что умные люди все-таки разделяют левые идеи. Ну, как и правые тоже. Ну, смотри, мне кажется, я не настаиваю на своей правоте, но мне кажется, что левизну, как правило, провоцируют пороки общества. Ну, можно сказать, грубеет дегенератизм власти, но она не всегда даже доходит до дегенерации, а просто любая власть, любое государство имеет изъяны. Это совершенно нормально. Все, что дело рук людей, нас с вами, оно все имеет недостатки, имеет даже своего рода чип саморазрушения. И вот умные люди, чаще всего молодые, потому что у них более свежий взгляд, они видят эти недостатки, и они хотят с ними бороться. А вот как бороться, они не всегда знают, но тут часто оказываются под рукой не очень хорошие люди, которые пускают это в нормальное русло. А вообще бороться с недостатками, с язвами общества, это, наверное, для молодых людей совершенно нормально. Я вот сейчас могу вспомнить одну ситуацию, которая идет из моей личной семьи, не из учебников истории, а так получилось, что я воспитывался дедушкой и бабушкой. И вот моя бабка, которая родилась в 1899 году, и она принадлежала к более-менее болтонемецкому дворянству. Ну, там были как бы и немцы, и чуть-чуть поляки, а не меченые. Так вот, что интересно, в ее среде, когда ей было 16-17 лет, это все были гимназисты и студенты младших курсов. Все ненавидели Российскую империю и династию Романовых. Причем не из каких-то национально-освободительных побуждений, как, например, поляки или латыши, или кто-то там еще, а именно им не нравился социальный строй. И как говорила бабушка, если только ты не был ненавистником Романовых, ты становился ретроградом и изгоем. С тобой никто не хотел общаться. И даже если бы царь начал лично мыть ноги нищим, его бы это не спасло от ненависти и презрения. Бабушка, кстати, стеснялась еще своего отца, который был следователем жандармского управления. И очень круто расправлялся с участниками, например, революции 1905 года. И он, кстати, объяснял ей и ее друзьям, что я знаю, чего вы хотите, это все понятно, но то, что получится в результате, вам очень не понравится. И проблема еще в том, что откатить назад уже будет нельзя. Прадеда убили в 1918 году незадолго до вступления войск Германской империи в Ригу, и он уже не увидел то, что получилось. Но что получилось, мы знаем. И вот на те же самые грабли сейчас, как мне кажется, наступают левые в Европе, в Северной Америке, в Израиле, в Японию и так дальше. И в Японии тоже. Ну да. Действительно, сегодня тот, кто осмелится публично заявить, что есть только два пола, ему, наверное, будут относиться так же, как к поклоннику Николая II в ту эпоху. Действительно. Абсолютно. Поэтому я согласен. Видимо, врожденное чувство справедливости заставляет людей вступать на путь левизны. Наверное, есть и другие причины, потому что я вот так думал, есть люди, которые просто боятся брать на себя ответственность за жизнь. Им удобно, чтобы за них отвечало государство. Им приятно, что никто не зарабатывает намного больше их. И в Советском Союзе таких людей тоже было полно, потому что люди, в общем, да, многие просто становятся левыми или правыми по инерции. Они воспитывались в такой среде и, естественно, остались продуктами среды. Но все знают, что многим людям свойственно пройти путь слева направо в течение их жизни. Это есть, конечно, и обратные случаи, когда люди дрейфуют справа налево, но их, мне кажется, намного меньше. Я вот все думал, нам удастся сегодня удержаться от цитирования фразы, если в 25 лет ты голосуешь за правых. Я о ней как раз думал только что. Конечно, я уверен, она... Ну, ее все знают, конечно. Все знают, ее приписывают Черчиллю, но ее приписывают очень многим. Самое раннее ее приписывают Дизраиле. Ну, может быть... Даже так. Да, даже так. Я думаю, что и до Дизраиля тоже кто-то мог это придумать. Вот. И мне кажется, что стремление быть левым или правым – это не веяние последних десятилетий, даже столетий. Это, в общем-то, свойство человеческой цивилизации. Потому что... Сейчас я выскажу украденную мысль, но с ссылкой на автора, поэтому она не совсем украденная. Арестович в разговоре с Латыниной недавно упомянул, что левое и правое – начало, они вообще архетипальны. И, например, христианство, их можно связать с личностями апостолов Петра и Павла. Петр – консерватор, а Павел – левый, потому что он на эмоциях хочет все переделать, разрушить до основания то, что было. Ну, а дальше мы сами знаем. И действительно, ему удалось многое сделать и поменять в христианстве тоже, изменить. Но раз это существует так давно, значит, это существует в человечестве. Это тенденция, наверное, так же стара, как и само человечество. И мы можем еще вспомнить об архетипах, даже это не архетипы, это начало, хаос и порядок, которые, в общем-то, в любом философском направлении изучаются. Это широчайший пласт литературы фэнтези, по-моему, там каждый второй или чуть ли не первый роман. Книга построена на конфликте персонажей, которые часть относятся к началу хаоса, другая – к началу порядка. Так что, то, что свойственно человечеству, с этим вряд ли нужно бороться. Кстати, интересно, один очень умный человек, которого я даже, кстати, имел честь лично знать, правда, очень давно, Михаил Веллер, если кто не знает, ну, я думаю, все, кто нас слушает, знают, кто такой Михаил Веллер, а кто не знает, тому гугль в помощь. Я его знал еще в начале 80-х годов, встречались в Эстонии. Так вот, он в одном из своих выступлений, кстати, в одной из своих книг тоже хорошо сказал, он сравнил появление левых с ситуацией, когда дети строят замки из песка. И я это подтверждаю, как человек, выросший у моря, и мы в детстве тоже строили песчаные замки. Он говорил так, что вот дети построили песчаный замок, когда он уже доведен до совершенства, и улучшать его некуда, один из детей говорит, знаете чего, давайте его ломать. И замок ломается. Так оно действительно иногда случалось. И он точно так же проецирует это на развитие цивилизации. Когда, например, государственная система доведена до совершенства, людям начинает хотеться ее сломать и построить на ее основе что-то новое. Может быть и это, кстати, может быть это действительно в природе человека. Я не психолог, я этого не знаю, не стану говорить, но очень возможно. Есть еще, конечно, субъективный фактор. Например, человек воспитывался в консервативной семье, но ему не нравились его родители. Ну бывает, такое вот, не заслужили авторитета. Тогда он становится левым. Кстати, опять-таки, я тут свою бабушку упоминал, царство и небесное, и мягкого песка. Она ненавидела своего отца, жандарма, просто потому, что он был человек пьющий, иногда плохо себя вел. Возможно, это толкнуло ее в левизну. Могу привести другой пример, противоположный. В конце 80-х я встретился с одним финским антикоммунистом, который вырос в коммунистической семье. Оба родителя были коммунистами. Но по ряду причин он их терпеть не мог. И он стал антикоммунистом, стал консерватором. Вот примеры такие тоже бывают. Можно заключить, что разделение на левых и правых, опять же, левое и правое – это модная фраза последних двух столетий, существовала в человечестве всегда. И, возможно, это та движущая сила, которая является частью импульса к развитию человечества. Наверное, потому что даже вот расшифрованные лингвистами шумерские хроники, которые уходят «Бог знает, в какую седую древность», и которые писались на глиняных табличках, даже там читаем. «Боже мой, что делается с миром? Дети не слушаются родителей, государство разваливается, все летит к черту», ну, выражаясь нашим языком. А это было тысячелетия назад, задолго до рождения Христа и еще намного раньше. Так что ничто не новое в этом мире. И последствия, к сожалению, тоже, возможно, будут повторяться не очень приятные. Да, но мы развиваемся, идем по спирали, как нас учили, опять же, геолекция в курсе марксизма-ленинизма. И каждый раз наступаем на те же грабли на более серьезном уровне. И поэтому, мне кажется, что, как любая проблема, которая кажется нерешаемой, имеет свое решение, если выйти за пределы системы измерений координат, в которых она поставлена. Поэтому настоящая задача человечества – это объединение людей. Если мы посмотрим, в последнее время политики добиваются успеха за счет того, что просто раскалывают людей. Это называется «вэдж-ишус», да? Да, «дивиды от импера». Просто забить клин. И на этом они тактически могут выиграть выборы. Но стратегически эта политика приводит к тому, как мы сейчас видим, что западное общество, например, по крайней мере, в Северной Америке, в Канаде и в Штатах, раскол это разделено до такой степени, как, по крайней мере, нам кажется, на нашей памяти такого не было. Возможно, такое было в 30-е годы прошлого века, во время Великой депрессии. Мы тогда не жили, мы только слышали об этом. Но сейчас действительно раскол очень серьезный. И по-настоящему сможет добиться успеха и вывести человечество из тупика только тот, кто сможет объединить оба начала. Безусловно. И тут я, пожалуй, подскажу одну идею, которая к своему стыду мне в голову никогда не приходила, а подсказал мне один из моих канадских студентов много лет назад, который был, может быть, и сейчас остался коммунистом. Получилось следующее. Ну, те, кто меня знают, знают, что на меня в свое время, в начале 2000-х, был написан донос, и после этого был большой скандал. Часть моих студентов вступилась за меня. Кстати, против меня практически никого не было, кроме троих. Но в основном вступились, конечно, консервативные студенты. Или более или менее консервативные. И среди активно вступившихся за меня оказался студент-коммунист. А он был настолько коммунист, что он носил красную футболку. И даже не с Че Геварой. Там была цитата на английском языке. «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Иосиф Сталин. И вот когда он начал активно поддерживать и собирать подписи в мою поддержку, я ему написал имейл и спросил, слушай, ну, не буду называть его имя, хотя он по-русски не понимает, но неважно. Я говорю, послушай, а как так получается? Ты же коммунист, а я, как ты знаешь, я антикоммунист активный. И мне очень понравился его ответ, который я считаю, что можно взять на вооружение. Он ответил, профессор, это совершенно естественно. Дело в том, что мы с вами оба за свободу. Единственная проблема в том, что вы понимаете свободу одним образом, а я понимаю, как коммунист, свободу по-другому. Но мы же все-таки оба за свободу, значит, цель-то у нас одна. Мы просто хотим добиться, может быть, несколько разными способами. Так что это совершенно нормально, что я на вашей стороне. И вот молодой парень, а умный. Перефразирая Булгакова, среди коммунистов тоже попадаются честные люди. Это нельзя не признавать. Абсолютно. Они среди всех попадаются. Даже среди тех, кого называть неприлично. Попадаются, попадаются. Конечно. Не все черно-бело. Это точно. А объединить, безусловно, можно и нужно, когда у тебя, когда ты можешь выделить общие цели. С левыми, с правыми, с центристами. Они есть на самом деле. Ну, все хотят, на самом деле, все хотят добра и счастья. В первую очередь себе. Будем, скажем так, это нельзя игнорировать. Но если себе, то во второй очереди же всеми остальным. А если добро и счастье для всех остальных условием того, что ты сам его получишь, почему бы и нет? Ой, извините, да. Нет, на этой почве вполне и правые, и левые могут найти общую платформу. Ну да, я просто хотел добавить, что вменяемый человек, который хочет счастья себе даже, он все равно понимает, что плохо жить во дворце, когда вокруг тебя одни лачуги. То есть, естественно, чтобы быть счастливым во дворце, надо, чтобы и другие люди жили в приличных домах как минимум. Тогда будет вот счастье. Так что это и делает некоторых нормальных и умных людей левыми. Так что, и что, с ними тут не поспоришь? Да. Те, кто ненормальные и неумные, те считают, что должны быть только лачуги. Тогда всем будет. Такие тоже есть. Если не будет. Это тоже не совсем нормальные люди, мне кажется. Или, мягко говоря, не знающие жизни. Согласен. Вот. Ну что, у нас время потихоньку кончается, так что остановимся пока на том, что очень важно объединиться в деле достижения нормальных целей. Согласимся на этом? Абсолютно. Наверное, мы на этом закончим. Продолжение следует. Заканчиваем зафиг, продолжаем говорить так. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...